Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лёд и квитов спорта! Нам несказанно повезло оказаться на дне немецкого планиризма. Вообще в этом году 100 лет советскому планиризму, но по ряду причин я показать его не могу. И покажу вам, что происходит здесь на 103 года немецкого планиризма. На самом деле я в полном восхищении, я выставку уже пробежался кусочками, и сейчас хочу таким одним кадром вам заснять. Терпите, минут 30 видео, но это будет лучшее вообще всё, что есть в мире в плане расстроения. Потому что даже приехали производители с Южной Африки. И начинаем мы, смотрите, наш старый знакомый Minilag. Вот, лёгенький планер, 13,5 метров, действительно летит прекрасно, электромоторчик. Сейчас уже ставят последнее поколение батарей Generation 4, которая даёт намного дольше, намного больше, так сказать, время для его полёта. Фокус этого планера в том, что он может взлетать сам. То есть за счёт того, что он очень лёгкий, он взлетает, прям вот и всё. То есть вот вам самый простейший и не очень дорогой самовзлётный планер. Дальше. Вот, это у нас как раз южноафриканский производитель. И у них версия есть турбины. У них, правда, есть версия с электромотором, а я её вам потом покажу. Кто всегда любит читать, сколько это стоит, вопросы задаёт. Вот, сколько это стоит. Конечно, стоит это адских денег. Планер, конечно, очень хороший. И вот такая турбиночка, которая позволяет этому планеру всегда куда-нибудь долететь. Следующий представитель. Это у нас Twin Shark. Двухместный планер, который вполне себе неплохо летит. Мне очень понравилась его задняя кабина. В ней практически никакого места нет. Поэтому, конечно, не для таких не совсем маленьких мальчиков, как я. Я, может быть, невысок ростом, но прекрасен в ширину. Это, конечно, проблема. Так, что вам дальше показать? Дальше, дальше. Вот мигалка. Вот это вот очень интересная штука. Хорошо, что стоит на улице. Видите, как она мигает? Прямо как огонь мигает. Чучунь. Это очень сильно улучшает безопасность, потому что позволяет видеть планер издалека. Вот снизу тоже вон она такая мигалочка есть. Вот в нише шасси, видите? Видно эту штуку за несколько километров. То есть реально я встречаю планера в горах. И вот такая штука, вот когда она так в лоб тебе излучает, очень хорошо видно. Совершенно прекраснейшая конструкция. А это, друзья, откроем вам тайну. Мой будущий планер. Это Arcos 20.0, который я получу в мае месяце. Уже решение это принято. И, в общем-то, назад пути нет. Почему именно он? Ну, потому что, во-первых, посмотрите, какая шикарная кабина для съемки. Потому что место, вот, вы помните, да, в предыдущем твине шарки? Места маловато, а здесь кто угодно, любой кабан залезет. Я целиком с вами согласен, что лучше худеть, чем, так сказать, толстеть и переставать помещаться в кабину. Ну, жизнь такая. Как я даже и не говорю, это не пузо, это противоштопорный упор. Ну, не верят. Кабина действительно большая. И самое главное, что, как вы видите, нету вот этой дуги. И можно снимать. Видео будет намного лучше, чем это было раньше. Плюс этого планера еще в том, что двигатель, который там находится сзади, вот, он мощнее. Он 68 лошадиных сил. Почему это так важно? Потому что на нашем аэродроме часто взлеты происходят от горы с попутным ветром. И 56 лошадиных сил моего ASG просто не разгоняют, ну, то есть нормально не разгоняют планер. То есть ты взлетаешь уже с травы, там, с кача, там, с небольшой скороподъемностью. Это меня, в общем-то, бесит. Плюс, извините, 4 раза меняли мотор на планере, я уже устал. Поэтому решение принято. Планер один продается, другой покупается. Теряю я на этом, конечно, бесконечное количество денег. Но зато получаю несказанное удовольствие от выбора опций и всего остального. Вот эта мигалка сверху, я, наверное, ее ставить сверху не буду. Как-то мне она не очень нравится сверху, тем более есть фронтальная. А вот эту вот в районе шасси я обязательно поставлю. И здесь из интересного электрическое убирающееся шасси. То есть уже не нужно там какой-то ручкой чпунькать. Кнопочку нажал. Вот, конечно, классно было бы, если бы нам разрешили фонарь открыть. Вот. Вот, друзья, смотрите, какое убранство. Интересный интерьер у этого аппарата. Видите, везде углепластичек. Вот это вот как раз шасси контроль. Ну, красиво сделано. Конечно, единственный недостаток это триммер. Триммер я этот ненавижу. То есть очень мне нравится. Триммер как-то здесь устроен. Но это пусть будет самая маленькая проблема. Здесь, видите, крепление под всякие книжечки интересненькие. То есть, конечно, салон они доработали, будь здоров. Сзади в салоне у меня будет крепление под два баллона кислородных. Уже сегодня договорились. Вот такая вот красотуля. Вы можете рецезлить мое будущее рабочее место. И обратите внимание, какой шикарный в базе идет контейнер под бутерброды. Я, конечно, обещаю вам, что бутерброды не буду, чтобы, так сказать, не потолстеть опять же. Посмотрите, какая ширина тут. Ух! Основная беда, друзья, это, конечно, вот видите, уже даже новые планеры. Уже какие-то царапины на фонаре. Поэтому мы сейчас будем разрабатывать систему с моим другом защиты фонаря специальными нано-какими-то компонентами. А на крылья будет нанесена керамика. То есть, вот новый планер будет взят. И, я уже договорился, будет нанесено покрытие, от которого мухи должны вылетать вот так просто отлетать пулей. А зачем мухи, чтобы отлетали? Ну, чтобы вот есть мухосборники. Но, конечно, мухосборник, когда идет, он не идеально всех мух чистит. А если они не прилипают, то и чистить-то не надо. Так что вот такая вот перспективка. Длиннокрылая. Будут у меня такие красивые, обтекаемые колесики. Посмотрим, насколько они долговечны. Потому что на СД у меня колесики эти вылетали за один сезон. Вот этот пластик дурацкий растрескался. Но будем надеяться, что здесь печатают пластик получше. Ну, такая вот законцовочка с какими-то новыми модными винглетами. А сейчас заходим в основной зал. Здесь куча залов, шуму и народу. Я очень быстро побегусь. Видите, друзья, узнают. Это фирма Тост. Делает самые лучшие замки для отцепки. Действительно, замки великолепные. Делают всевозможные колеса. Обещали мне продать колесо для моего ДГ-500. Вот это все для буксировки. Замки всякие, разъемы. И вот, собственно, колеса. Вот такими пачками покупают изоленту. Я сам купил вот такую пачку. И еще вот столько. Как вы понимаете, крылья клеятся изолентой. Мы часто шутим. Там девушки приходят, говорят, а зачем вы изоленту клеите? А мы говорим, а для того, чтобы крылья не отваливались. И вот на самом деле просто уплотняет стык. И да, это специальная, широкая, шикарная изолента для планиров. Можно купить любой, с любым символом планера, remove before line. Этими красными штучками затыкают там какие-нибудь отверстия в планере, чтобы не забыть снять. На улице вы видели twin shark, а это просто обычный shark. И планировочек с классическим бензиновым двигателем. Вот, то есть, два цилиндра, дыр-дыр-дыр, самовзлетный. Достаточно простой. Это самая лучшая батарея. Литий-фервом батарейки. Самый известный производитель делает как батарейки, так и системы зарядки для батареек. Вот в хвосте планера стоит вот такая длинная, видите, огромная батарея. Зачем батарея в хвосте? Дело в том, что, как правило, у планера получается после изготовления передняя центровка, и нужно грузить хвост чем-нибудь. Батарея для этого идеальное средство. Вот такую батарейку я поставил стартерную в пипистрель, после чего он запускаться просто пулей стал. Очень хорошее качество. Очень хорошие батареи. Шум стоит жуткий, народу немерено. Это ежегодное мероприятие, оно обычно в ноябре происходит, день немецкого планиризма. 103 года назад начался немецкий планиризм официально, а в Советском Союзе он начался ровно 100 лет назад. По ряду причин я вам 100 лет советского планиризма показать не могу, а вот немецкого – пожалуйста. Вы можете посмотреть, чего добилась Германия за 103 года развития у себя планирового спорта. Это совершенно шикарный производитель Aerobionics. Вот такую рацию я себе купил и вот такую вот головку управления рации. Она сразу управляет и транспондером, и радиостанцией, и соединяет заднее и переднее сидение. То есть имея один девайс, ты сразу контролируешь все. Плюс еще в том, что высотомер сертифицированный, то есть в планере можно не иметь механического высотомера, он стоит все-таки приличный денег, там 700 евро. Поэтому в передней кабине у меня все-таки механика и высотомер есть, а задний нет. Еще немного секретов. Я купил себе трубку. Вот такую. Что это? Это приемник воздушного давления. Это волшебная трубочка через вот эти пять дырочек принимает набегающий поток. То есть показывает скорость, грубо говоря, здесь. Здесь где-то статика, видите, маленькие дырочки. Вот это так называемый NYX. То есть уже скомпенсированная на вариометр подача давления. Нужно для того, чтобы планер, когда мы летим, там разогнались, так ручку, так чпунь, он не показывает в этом случае подъема. То есть высотомер, который не подключен к этой штуке, конечно, показывает по статике, но вариометр не показывает. И, ну, в принципе, по высотомеру видите, что высоту набрали. Для чего это делается? Для того, чтобы когда пилот летает в потоке и немножечко гуляет скорость, в этом случае получается, что он на вариометре видит реальный подъем, реальную энергию в потоке. Это очень удобно. То есть вот этот NYX, он просто фантастический. Почему я взял вот этот потолще? Гусары молчать, разбереть значение. Естественно, это шутка, но вот это крепление сделало намного удобнее. Видите, здесь такое колечко, оно откручивается, все вынимается. То есть намного крепче. Потому что в одной из версий, вот сейчас уже версии все переработаны, но был случай, когда трубочка здесь обломалась, по кочкам планер скакал. А видите, все-таки вес в конце большой. Это все может так скакать. И получалось, что отломался здесь. Но эта трубка намного жестче, намного крепче. И когда сверху будет торчать камера, то трубка не будет вот в ней постоянно шататься, как это иногда было у нас на видео. Вот это у нас альтернативные всякие приборчики, которые немножечко дешевле, чем топовые. Ну я себе, конечно, топовые LX взял без вопросов, без вариантов. А это много, достаточно систем, где люди, умея паять современные электронные компоненты, собирают экранчики, подключают открытый XIVARIO, да, открытый там может быть код какой-нибудь, постоянно дорабатывают. И получается вполне себе хорошо. Это шкуры. Не знаю, я ненавижу шкуру в планере. У меня даже есть шкура, на которую можно сесть, но фу. Вот все такое мохнатое. А это парашюты, парашюты, на которых можно сидеть. Видите, поджопничка такой. Но я предпочитаю немножко другого типа парашюта. Вот это у нас модные сидения всякие, обшитые кожей. Тоже вот все для салона. Это у нас парашютики под лебедки. Вот еще один представитель свободных вариометров. Видите, тоже раз-раз. Экранчики, вариометрчики. Но это в основном на бюджетный вариант планировки, когда человек хочет поставить нормальный вариометр, хороший, но как бы немножко экономить денег. А когда хочется еще немножечко сэкономить, люди покупают Audi N. Изумительный прибор, который пишет трек, уже сертифицированный. Тут сим-карта стоит, она общается полностью сотовыми сетями, дает и погоду, и дождь, и все, что вы хотите. Видите, реально я использую в своем планере как дублирующий прибор. Прекрасно. Плюс можно летать с парапланом, плюс как отличный пауэрбанк используется. У меня даже есть ролик, где я с этим оуден летаю. Вот такая штука. Продолжается тема парашютов. Я вот с таким парашютом с пекон летаю. Очень мне нравится. Ни разу не применял, и надеюсь, не применю. Но сидеть в нем удобно. Главное, что в нем можно постирать спинку. Видите, здесь пристегивается спинка. И вот ее вынимаешь, и можно отнести в машину стиральную и постирать. Потому что потеешь много, и через буквально пару дней спинка начинает пахнуть конем. А теперь какие я купил приборы. Вот эти. Великолепная компания, динамично развивающаяся. Я купил вот такую штуку. Это индикатор фларма, маленький дисплейчик, который очень антиферансимен. Он показывает расстояние до планера, который на тебя летит. Сектор, в котором планер на тебя угрозу показывает. И насколько по углу он выше ниже тебя. То есть высоту не показывает точно, но одно деление. Чуть-чуть выше или сильнее выше. Я пользовался вот этим прибором очень много. Великолепным. С10. Он неплохо ветер показывает. Тут есть авиагоризонт сразу дублирующий. И прибором я остался очень доволен. Потому что еще у него есть дополнительная батарейка. Если пропадает питание на планере, то есть кусочек, там, 3 часа времени, пока можно долететь на батарейке, встроенной в прибор. То есть он и цех трек при этом сохраняет. Еще он достоинство, ну, не глючный. То есть если, допустим, butterfly я поставил себе, он периодически глючит. Вот этот прибор не отказывал никогда. Собственно, это явилось аргументом, почему я выбрал вот эту фирму как поставщика себе всех приборов на плане. Экран я вам потом покажу. Вон он сейчас, человек, играется. А 2-диометр у меня вот такой будет. И самая интересная функция — хавк. Что это за таинственный такой хавк? Это система расчета ветра. То есть у современных приборов уже присутствует большое количество датчиков, в том числе инерциальных. То есть маленькая такая коробочка, как космическая ракета может рассчитывать по ускорениям свое движение. В общем, все сделано для того, чтобы высчитывать ветер. Причем ветер не глобальный такой, типа вот сегодня дует примерно так, а именно мгновенный. То есть рядом с облаком, в ущелье, около горного склона. И эта функция произвела революцию буквально вот в этот год. Очень многие начали использовать такие приборы и говорят, что результаты потрясающие. То есть ветер показывает очень хорошо. Опять же, бутерфляй, который был у меня раньше, он типа это тоже делал. Но делал это достаточно, скажем так, я ему не верил. То есть было много ошибок. А здесь все идет вперед. Эту функцию сделали. Стоит она немало, больше тысячи евро. Но если покупаешь комплект от этой фирмы, ее надо ставить безуговорочно. И вот этот хавк. Как раз показывает один ветер. Реальный и нереальный. Работает очень точно. Вот он мой приборчик, который у меня будет стоять. LX9070. И к нему, соответственно, V8, вот этот вот вариометр. Прибор, конечно, навороченный. Он, по-моему, и touch screen тоже. И, соответственно, переключается и ручками. А это замечательный Тони, который продал мне все эти инструменты. Волшебный человек. Они делают много чего интересного. И он вам сейчас все расскажет сам. Время, в Германии, в Фриденстаде. И сейчас я показываю клиентам наши новые функции. Как, в общем, мировые боковые функции. И, соответственно, кереди, в фриденстаде. Время, в Германии. И, в общем, в Германии, в Америке. И, в общем, в Германии, в Кереди. И, в общем, все другие, в Германии. Вы можете просто поставить это вверх, и у вас есть еще флайд-рекордер. Бесиде этого, мы имеем портабельный нано-4, который является идеальным навигационным системом, флайд-рекордер. Потом мы имеем блэкбокс флайд-рекордер, и нано-3, который является еще одним навигационным системом. Друзья, вот эта потрясающая штука, действительно, засунул и забыл. Не надо ничего монтировать никуда, прям огонь. У нас есть дигитальный аэрспит-рекордер. У нас есть г-метер, также дигитальный. У нас есть батарея-монитеринг. У нас есть борт. И вы можете видеть настоящий статус вашей батареи. Таким образом, сколько часов у нас есть с этой батареей. Вы можете связаться с смартфоном или с ЭЛИКС 9000 системом. Здесь у нас есть perfectа 80-миллиметр-сайза дисплей. Вы можете просто поставить в стандартный 80-миллиметр-холл. И это тоже есть с ВАРИО системом. Здесь у нас есть ЭЛИКС 8040. У нас есть немного большая дисплей. Но также, с ЭЛИКС 8040 мы изменим от ЭЛИКС 8000 до ЭЛИКС 8040. Это новая дисплей. У нас есть большая дисплей. У нас есть основные инструменты. Как ЭЛИКС 9050. Это очень хорошая дисплей для ДИГИ глидеров. Потому что ДИГИ имеет маленький панел. И это будет впечатляться. У нас есть ВАРИО. И у нас есть флоп-индиктор. Вы можете добавить это как опция. Мы можем использовать ХОК. ХОК, я бы скажу, это лучший вид-детектор и ВАРИО метр. Почему? Потому что у нас есть ливень. Поэтому, когда вы fly, и когда вы идёте из одного уровня, вы можете видеть, что это изменение. Или, как ВАРИО, это избавляет воздух. Это очень хорошая. Когда вы входите в термол, вы не имеете никакой индикации. Вы видите реальный термол. Или это позитивно, или нет. Здесь у нас есть еще один ВАРИО метр. Таким образом, это С-100. Это 80 мм. У нас есть флайт-рекордер, навигация. У нас есть С-10 ВАРИО. Это 57 мм. Самая логика, только маленькая. Одна из них есть их игц-рекордер. Также есть S8. Это смешная версия, даже по-анильной версии. Однако, дороже. Все снова выводы наиндикацию. Можно иметь хорист-луб, вне самая логикации. Это самый больший логика. Мой, мой топ. Друзья, посмотрите, как мне повезло, с какой прекрасной девушкой я делаю, она будет рассказывать про наземные инструменты от этой компании. Здравствуйте, я работаю в компании Тони, Соринг-XX. У нас есть маленькая и большая тормоза, когда вы можете ликовать тейл, у нас есть маленькая и гига-вингстан, 360-дегреса-вингвокер, тейл-долли и один-мэн-риггинг-систем, я могу показать вам, как это работает. О, это же неспроста, это не пчелы, это электромоторчик, который поднимает эту штуку и позволяет крыло обмонтировать пилот очень легко. Сосмещали девушку. Друзья, это всевозможные стойки, смысл в чем, видите, вот такой плотный материальчик, сюда кладется крыло поддержки для крыльев, это перекатывалка на крыло ставится, чтобы можно было планер по земле катать. Здесь очень важный момент, видите, во-первых, амортизатор есть, он делает пяу-пяу, то есть пружиночка стоит. Во-вторых, это колесо вращается на 360 градусов и никогда не зажимают крыло. Здесь очень безопасно сделано вот это место, вот это прям идеальное решение, вот с вот этими клипсами. Я считаю, что это лучшее решение на рынке. Почему? Потому что на своем ASG32 я умудрился поцарапать крыло очень сильно. То есть мой стойку, который я купил у компании Кобра, вот так вот перекосило, погрызло мне элерон. И вот в элероне реально там на миллиметр такие вот прогрызены. Конечно, я был дико расстроен и купил вот такую штуку сначала для своего ASG, а теперь вот для Аркуса взял полный комплект. Что в него ходит? Это вот такая вот каталка. Вот вы подкатываете это дело под планер, шпунь, поднимаете ему хвост, потом одеваете вот такую потрясающую. Вот эта штука, это хвостоподымалка, то есть наклоняется, поднимается хвост планера и весь планер перевозится за машиной. Но нужно надеть вот такую штуковину, как она называет, протез. Вот, одевается на хвост и к нему подцепляется вот через этот переходник как раз каталочка и все это прекрасно ездит. Самая, конечно, впечатляющая штуковина это это, потому что штучка на радиоуправлении позволяет двигать по высоте крыло, то есть крыло ставится, и потом, чтобы собрать планер, нужно его там пониже, повыже. И до этого я все время позвоночником своим, ломаным на параплане, оп, вот так вот, эть, ручечку подкрутил, еще чего-то, то есть, конечно, неудобно. А здесь, видите, на удаленно, на моторчике, порт для зарядки, ну, очень все просто, антенка небольшая. Ну, вот, конечно, антенка очень опасная расположена. Первым делом такую антенку хочется сломать. Помимо того, что вверх-вниз система двигается, она еще вот двигается вправо-влево. То есть можно точно запонизационировать крыло и прекрасно собрать планер. Все мягенькое, приятненькое. Огонь! Это одежда, вот такие штанишки мне подарили, действительно очень удобные, мягенькие, так и приятненькие. Куча всего хорошего. Чуть было не украл. Представляете, брелок сунул в карман себе. Вот это вот на выставке, как бывает. Это тоже оборудование для всяких наземных эксплуатаций. Это тоже мягенькое, красивенькое. Немножко другой тип. Вот это вот место сложное, потому что вот как раз вот эта вот картоночка у меня отлетела. И метальчиком чекруденько поцарапало мне крыло. И вот тоже поднималка. Ну, выглядит немножко по-другому. Вот она в сложном состоянии, как выглядит. Это, друзья, фирма ДГ, планер, который я очень люблю, ДГ-500. Это их версия двухместная ДГ-1000. Есть у них еще одноместная версия. Ну, работать с ними сложно. Могу сказать, что я попросил мне прислать такую пружиночку. Обратился в отдел техподдержки. На что мне написали, у нас очень тяжело с, так сказать, людьми. Мы ответим вам через две недели. Ну, естественно, никто не ответил. Я пружинку купил в другом месте. В принципе, как сервис может использовать впечатление на этой компании. А компания же, по сути, третья в Германии по производству планеров. То есть Schleicher, Schemherz и ДГ. Вот три, так сказать, оплота немецкого планера строения. А это заслонные казачки. И вот, кстати, как раз планер GS3 с электромоторчиком. И реализован он весьма красиво. К сожалению, видите, достаточно сильно поднят. Поэтому вы не можете видеть, как створки закрыты. Но в нормальном положении эта штанга поднимается чуть выше. И вот эти, видите, два лючочка остаются только открыты. А основной люк закрыт. То есть чем GS славится, конечно, совершенно волшебной аэродинамикой. Мотор у всех примерно один и тот же. Это Air Max 36 кВт, что ли. Достаточно мощный. Батарейки здесь расположены в фюзеляже. У Schleicher будет интересное решение. Они батарейки расположили вот здесь в крыле. На мой взгляд, это намного правильнее. Это, наверное, ящик под хранили батареек. Ну, планер, конечно, красивый. Внутри вы тоже можете посмотреть кожу рожи. Панель приборов. Красивая. Вот этот такой же у меня будет индикатор. Красиво. Ничего не скажешь. Ну, я не любитель GS, потому что планер чересчур сделан под спор. То есть сама идея, что это планер для того, чтобы побеждать на соревнованиях. И из-за этого они, на мой взгляд, перестарались. То есть действительно очень опытный пилот должен летать. Ну и, наверное, такой планер нужен. Но другие плывозводители делают все такое чуть... Они почти так же хорошо летают, но чуть консервативнее и существенно безопаснее. Вот один из самых безопасных планеров на планете. LS4. Пользуется огромной популярностью. Чем он хорош? Тем, что здесь никогда не забудешь по ряду причин выпустить шасси. Я таком мечтал. Думал сделать его своим первым планером. Но купил LS8. Чуть понавороченней. И сейчас радостная новость, что начали ставить на LS4 турбины. Вот турбиночка такая. Шилдик нормально заснять не получается. Прячется турбиночка-фюзеляж. Планер на ней взлетать не может. Но вполне себе нормально. Она хорошей скорости летит и достаточно далеко. Стоит такая штука 34 тысячи евро. Модификация планера, то есть со всеми бумагами. Вы 34 тысячи платите вам. Берут вас LS4 и туда такую турбину суют. Атрибут реактивного планера канистра для заправки. Потому что жрет турбина, конечно, немеряно. Около литра в секунду. То есть вот эта штука... Ой, литра в минуту. На таком бачке... Сколько здесь? 30 литров проработает. Всего 30 минут. Но зато планер в этом случае летит с большой скоростью. И может пролететь достаточно большое расстояние. То есть 160-170 км в час. Спокойно шпаришь. А на электромоторе получается там 120, допустим. Это топ-метео. Это прогнозы. Все связанное с погодой. Дают достаточно точные прогнозы. Можно пользоваться. Но, если честно, я противочитаю все-таки Skyside. Потому что его мой друг делает в Австралии. И я как-то привык. На мой взгляд, немножко интерфейс получше. Прогнозы побольше. Такого для меня предпочтительного. А эта контора, она достаточно консервативна. Но тоже идет вперед. И всегда настоящие планилисты пользуются двумя прогнозами. Это топ-метео и Skyside. Это очки, чтобы лучше видеть. Ну, очки для меня опасный момент. Потому что я всегда на них сажусь. То есть я их кладу в планер. Потом снимаю, потому что они меня бесят. Потом раз, чпок и приземлился. Но выбор большой. Почему желтые стекла любят пилоты? Для того, чтобы лучше видеть облака. То есть не поверите, но контраст облака. Вот эта желтая, оранжевая засветочка добавляет будь здоров. Это Viglight. Это новая платформа, на которую пилоты любят выкладывать треки. И идут полноценные соревнования. Да и уже даются призы какие-то. Они вот возразделили идею бриллиантов за маршрут. Как вы все знаете, летать на плане не нужен для чего-то. Но самое худшее средство для того, чтобы летать в самолет. В нем просто летишь и скучно. А на планере, когда много летаешь и уже научился, оно тоже иногда скучно. И чтобы не было скучно, планиристы придумывают соревнования. И вот одна из тем соревнований, это вот эта платформа Viglight. Ты отлетал деньги, выкладываешь маршрут, и все начинают мериться. Кто круче слетал. Там дошли, техника дошла до того, что пилот приземляется. У него уже по Wi-Fi в момент касания шасси об землю отправляется трек на платформу. И его уже, ну, о нем информация есть, как он слетал сегодня. Я подобной очковой болезни, в принципе, не страдаю. Хотя в свое время, да, там закинешь треки, смотришь, как кто лучше. Или ты победил. Вот в Африке, когда мы слетали самыми первыми на всем африканском континенте, вторыми в мире. А это, друзья, Schleicher. Это вот знаменитая установка, которая стоит на АЭС-33. Мощность у нее тоже 36 кВт. Управляется эта штука вот таким контроллером. А батарейки расположены в крыле. Сейчас, может быть, мы попробуем где-нибудь их увидеть. Ну, из того, что мне не очень нравится, это все-таки, видите, двойная стойка. То есть это в два раза больше сопротивления. То есть, может быть, красивее, конечно, и правильнее было бы сделать моностойку. Вот так вот. Неплохо, но сразу видно небольшой недостаточек. Как это выглядит в отсеке планера. Это вся гамма-продукция компании. Планера, конечно, они делают великолепные. Делают планера эта компания с 27-го года. И будучи самым старейшим производителем мира, компания может себе позволить не иметь большого стенда. То есть, действительно, такой небольшой закуточек. Вот это новый какой-то вариант 35. Видите, какая-то поляра красивая. Такая, сякая. Что такое поляр? Это насколько сильно планер снижается на скорости. При этом это загрузка 42 кг на метр, это 62 кг на метр. Но вот можете поводить, поиграться и понять, какое уже у него снижение. Но качество должно быть угу-гу-гу-гу, под 60. Это Стефан. Он всем рассказывает про Stefly. Делают они немножко продукцию. Такой вариометр, красивенький, с панелькой. Первый блогер мира и на втором месте. У него что-то 200, там, с чем-то 1000 подписчиков. У меня пока 134. Но медленно, но уверенно идем вперед. Это чехлы замечательные Cloud Dancer. У меня как раз такие. Довольно-таки износостойкие. Делают хорошо, быстро, красиво. Помимо чехлов делают такие удобные пилотские сумочки. Может мне такую надо, смотрите какая. Чун-чун. Для документов. О, красная панамка. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потихоти бежать, то, наверное, конечно, можно в Африку прийти. Похож на красную шапочку? Я буду миксом волка и красной шапочки. Друзья, напишите в комментариях, нужно ли брать мне такую панамку. Почему планеристы используют панамки? Потому что защищает красу от солнца. И опять же видно планера, которые летят над вами. То есть обычная шляпа, она как раз сильно мешает обзору. А панамочка вот раз. И вот такой микс волочка и красной шапочки. Беру. Здесь одежда всевозможная. Видите, вот полно всего. Прибарахлился. Купил носки с планерами, красную шапочку и замечательную футболку Максу. Сынок, я с подарком. Спасибо большое. И между тем, друзья, мы прибываем на экспозицию фирмы Шимкирц, которая тоже представила интересный концепт электрического планера. Эра электрических планеров. Тоже самовзлетный планер. С тем же Эморексом киловатт на 36. Но видите, как я хотел. Да, как я хотел. Штанга сделана моно такой системой. То есть оболочка дающая жесткость. И внутри, наверное, тоже какая-нибудь сварная конструкция. Но видите, это обтекаемо получается. Все. И одна. То есть не две. Причем они в потоке же стоят. Постоянно обдуваются воздухом. Создают сопротивление. Конечно, решение это хорошее. С точки зрения батареи решения. Ну, видите, батареи получаются съемные. Можно вынимать. И, ну как, нормальное решение. Вот видите, здесь место, если вдруг батарея загорится, плюнет огнем отсюда. Сейчас одно из вторых решений. Это расположение батареи внутри крыла. То есть тоже имеет место быть. Ну, тут вот принято делать так. Сколько фирм, столько и мнений. Ну, красиво смотрится. Очень красиво, конечно. И я так понимаю, что тоже реализован вот этот момент, связанный с тем, что это все, когда полностью открываются эти створочки. Да, вот он, привод, могут закрыться. И, соответственно, торчит только вот эта небольшая штанга с маленькими короткими створочками. Это же знаменитая система FES. Когда моторчик расположен в носу. Новое поколение батареек. Делает это мой хороший друг Лука. Постоянно идет вперед, прогресс. И система FES, на мой взгляд, одна из самых безопасных. Потому что есть моторчик впереди. О, вот он. Вот, я так, чтобы я не вас сказал. Делает революция. Делает революция. Да, да. Делает революция. Что касается батареек? Это новый тип? Да, это генерации 4. У нас есть два версии для двойной стойки. И два версии для двойной стойки. Это сейчас с цилиндрикой. 18650 цель. Много сейфа, много пара. Да, да, да. Много сейфа, увеличивается на каждом уровне. Электрик энерджи, go to the future. А вот это знаменитые мигалки, друзья. Видите, закрыли специальной штучкой, чтобы они не слепили. Я сейчас рискую своей жизнью, чтобы снять вам контент-огонь. Ай-ай! Во, я сейчас... О, ты дышишь... Ты дышишь, ужас. Реально бьет. Ну, током не бьет, но светит, будь здоров. То есть вот эту штуку видно за 3,5 километра. Так далеко. И ее не включают, чтобы вот те люди, которые, видите, там стоят, они ругаются. Оп. Пробивает даже через тряпочку. Вот эта, друзья, штучка крепится под фюзеляж. То есть я такую тоже себе купил. Будет у меня мигать так же ярко, только внизу фюзеляжа. Человеческий взгляд так устроен, что он лучше воспринимает информацию вот эту мигающую или движущуюся. Достаточно плохо та, которая почти без изменений. Поэтому белый планер на фоне белого снега, когда он приближается, его нифига не видно. И столкновения было достаточно много. И даже фларм не так помогает. Очень хорошая фирма. Очень много делает для безопасности полетов. А это ее основатель. Вот как выглядит моторчик в носу планера. Вот эти раскладные лопасти. И очень много планеров оборудуется как раз вот этой вот системой FES. Все это делается для того, чтобы планеризм был максимально безопасным видом спорта. Шел вперед. И пилоты летали долго и счастливо. И посмотрите, каких высот достиг немецкий планеризм за 103 года развития. Я преклоняюсь перед людьми, которые двигают все вперед. Счастлив в этом участвовать. И считаю, что созидать, творить новое, летать на планерах намного лучше, чем... Ну, вы сами догадываетесь, о чем я. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Делайте в своей стране что-то красивое, доброе и вечное. Чтобы на 150-летие планеризма все было не совсем так, как сейчас.